Сейчас вода чистая, мы сейчас маленькие рыбаки убивают. Сейчас на берегу Бутаковского залива рыбачат, загорают и просто отдыхают от будничной суеты. Больше ничего не напоминает о маслянистом пятне на воде и резком запахе, который еще недавно будоражил общественность всей Московской области. Напомним, 25 июня из-за слива промышленных отходов в канализацию здесь разлились нефтепродукты. Перед властями стояла задача устранить последствия как можно скорее, чтобы не допустить экологической катастрофы. Результат масштабной работы Дмитрий Волошин продемонстрировал председателю Московской областной думы Игорю Брынцалову. Сразу после делегация отправилась в сквер имени Марии Рубцовой. Прошлись по главным тропам, осмотрели состояние парка. В целом обе стороны все устроило. Добрый день. Вы в этом доме живете? А тут плитку, говорят, менять. Еще одна точка визита – многоквартирный дом по улице 9 мая. Здесь чиновники проинспектировали детскую площадку, а также проверили ремонт входной группы. После обращений жильцов на портал Добродел холл полностью отремонтировали. Заменили плитку, выровняли стены. Еще одна острая проблема, требующая скорого решения – переход через железную дорогу на территории ЖК «Солнечная система». Дмитрий Волошин рассказал председателю Мособлдумы о проекте будущего моста, который возведут на этом месте. Ввести в эксплуатацию конструкцию планируют уже в ноябре 2021 года. Это существенно облегчит придвижение собственников квартир двух жилых комплексов. За удобством и комфортом, к слову, следят на территории всего округа. Особое внимание уделяют людям с ограниченными возможностями здоровья. На Вашутинском шоссе заменили износившуюся тактильную плитку для слабовидящих. Далее отправились в парк имени Льва Толстого. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, в Химках есть все для качественного отдыха граждан. Однако нерешенных задач, по его мнению, тоже еще много. Мы еще раз поговорили с главой о том, какие цели перед собой ставит городской округ. Прежде всего, вовремя и правильно реагировать на запросы жителей, вовремя их ликвидировать, те замечания, которые возникают. Есть еще вопросы краткосрочных и долгосрочных моментов, которые надо, естественно, решать вместе с регионом, с Московской областью. Это требует дополнительного финансирования и включения в этот процесс министерств ведомств. Мы договорились о том, что это будет делаться совместно. Завершили встречу в музейно-выставочном комплексе «Артишок». Здесь, в торжественной обстановке, первые паспорта получили юные жители Химок. Это для меня очень особенное, очень волнительное событие. Я очень долго этого ждала и очень рада, что именно в такой торжественной обстановке это все будет происходить. Единственное, что смущает, кокетливо признается Ольга, фото в паспорте. У меня получился не самый худший вариант, скажем так. Ну, конечно, ожидалось немножко большего, но в целом меня устраивает. То ли дело парни, представители сильной половины человечества уверены в себе на все 100%. Я выгляжу красиво в паспорте своем. Просто красавец. Новоиспеченных обладателей документа, удостоверяющего личность, поздравил Дмитрий Волошин. Подросткам глава округа пожелал ответственности и серьезности в отношении к учебе и поставленным перед собой целям. Нина Бережная, Николай Забродин. Новости Химки ТВ.